МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадиокомпании Гомель. У студии працует Светлана Князева. Глядите в этом выпуске. Не сбавлять с темпов. Социально-экономичное развитие Гомеля – тема встречи керавництва города с коллективом домобудовничего комбината. Початок великой працы. Старт жнева в регионе означает традиционным святом зажинки. Чистая вода в Мазырском районе открыли три станции обезжалезвания. А зараз об этом и иншим – больше подробязно. В этом году в Гомеле выполняется большая большая прогнозных показчиков развития. А средняя зарплата, занятых в реальном секторе экономики, досягнула 1100 рублей. Такая информация была огучена в сегодняшней встрече информационно-пропагандистской группы Гарвы Канкама с коллективом Гомельского домобудовничего комбината. Подробязности – щирые разговоры в материале наших корреспондентов. Домобудовничий комбинат у Гомеле – одно из буйнейших предприемств. Зараз тут прасуют омель 2800 человек. Пришим вытворча селета не спинялась ни на один день. Пылные проблемы в условиях пандемии могли возникнуть после закрытия российского рынка. Але гэтые объемы были перекрыты буйным заказом по будавництве мемориального комплексу «Ала» у Светлогорским районе. По выниках яго выканания шарах прасовников комбината представлены до урадовых узнагород. Что тышится российского рынка, то и на его гомельшане так само вертаются. По Белоруссии вопросов нет, как работало предприятие и работает. Мы продолжаем набор численности, объемы есть. Проблема возникла с российскими заказами. С апреля месяца по июль мы как бы не работали. Был запрет на въезд наших рабочих. Но сейчас вахта уехала в Калугу. Мы возобновили объемы строительства. Ну и предполагаю, что доведенное задание по экспорту будет выполнено. Средняя зарплата сегодня 1170 рублей по предприятию. Зарплата выплачивается вовремя. Аванс зарплата. Проблем нет. Теме жильевого будовництва под час встречи с коллективом Гомельского домобудовничного комбината особливая увага. Урешті для прасовников предприемства это еще и профессийный интерес. Перспективы развития новых городских микрорайонов у целым и лез по леске в улице у приватности. Это только некоторые питания, которые работники адресуют старшине Гарвы Канкама. Хоть разглядать ситуацию в Гомеле необходимо только в контексте агульного развития города. С этой кропки гляджения селит и социально-экономичное развитие областного центра далеко не самое горшее. Темп росту инвестиций утрая больше прогнозов. Плюс рост товарооборотов, объемы промышлой вытворчастей и створение новых предприемствов. Утимлеку в рамках приватной инициативы. А прожатого в мае этого года средняя зарплата у работников реального сектора экономики досягнула 1600 рублев. Отрымалось навыд компенсовать страты, які гомельские предприемства понесли у сувязи с эпид-ситуацией украинных партнерах. По внешнеэкономической деятельности небольшое снижение есть, хотя сальдо положительное внешне торгового оборота мы все-таки имеем. Хотя экспорт немножко снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И в целом объемы производства они даже в целом опять по городу они не упали, а даже на 1% приросли к уровню прошлого года. Зарплата растет, и это, наверное, такой универсальный показатель в целом состояния дел в экономике города. Олег Шинсюров, Ольга Коновалова, Валерия Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Жневой 2020 Гомельская область приступила до отказного этапу уборки збожжевых культур. Старт кампании дау традиционный обрат за женки. У Добрыжском районе селита для его обрали полик субоборона, где господарка и керуе самые молодые в районе директор. Так тут показывают переемность поколенню и тое, что молодь может скласти годную конкуренцию в опытным керавникам. По словах Максима Толкачева, виды на урожай збожжевых у Гетемгодя, саправда, и добрые. В этом году у нас посеяно 300 гектара зимого рапса. Он уже весь молочен. На молочене 624 тонны. Урожайность составила 20 сантиметров с гектара. Также нам убирать 1635 гектар зимых зерновых, 300 гектар яровых. Примерно урожайность где-то 35-40. И к уровню прошлого года мы где-то полтора, два раза больше у нас будет валовый сбор зерновых. Паша свято-зажинки усим керавникам господарок Добружского района у якостя берегов уручили ляльки-жницы. Свои подарунки отримали и головные герои уборочной, комбайнеры и механизаторы. Их ушановывали представники профсоюзной организации громадского объединения «Белая Русь» и Белорусского Республиканского Союза молоди. Один из головных атрибутов зажинок – карава из муки леташнего урожаю уручили переможцу жнивать 2019 у районе Александру Давыденку. Зараз головная задача собрать урожай усприяльный термин и без страт. За выходные аграры и гомельщины поспели опрацовать кали 5 тысяч гектаров. Намолочено 13 тысяч тонн сборжа. Больницы, яке были переведены на оказание медицинской допомоги пациентам с коронавирусной инфекцией, поступово вертаются до звычайного режима работы. Сене, одновил звыклую деятельность областный клиничный шпиталь инвалидов Айчиной войны. С завтрашнего дня працавать у плановой парадку почни Гомельская городская клиничная больница номер один. Нагадаем, ранее звычайный прием пациентов одновили онкологичные и скурно-венерологичные диспансеры, отделения областной клиничной больницы Гомельские городские больницы номер два и номер четыре и широк отделений у районных установок Жлобина, Мазыра и Рычицы. Одразу три станции обежалезования запущены в эксплуатацию в Мазырском районе. Объекты, побудованные по опушних технологиях, з'явились в вёсках Мелешковича, Белая и Глиница. Проблема чистой воды в сельском мясо-восте до недавнего часа была одной из самых острых. Утромание железа у её перевышало норму большему десять разов. Это природная особливость мясо-вости. Могутность новых станций 12 кубичных метров за годину, при том, что суточное споживание у сёй вёске калястам. Зараз воду без паху и примешек можно пить хоть под краном. Не треба б тратиться на фильтры, куплять спитную воду в крамах и переживать за домашнюю технику. Финансование работ ведется как с республиканского так и с областного и мясового бюджетов. Усе станции будуют на перспективу поширения вёсок. Улады обещают, в наступном годе проблема неякостной воды будет выражена во всем районе. На следующий год у нас запланировано строительство двух станций обезжелезования. Все остальные населённые пункты будут подключены к городской воде. Это близлежащие деревни, Лучижевичи, Зимовищи, Слобода, Слободка. Это будут к городскому водопроводу полностью подключены. В следующем году проблема с питьевым водоснабжением в сельских населённых пунктах Мозырского района будет полностью решена. Рух студентских отрадов охапил регион. Таким чином молодцим кнется заробить летний отпадшинок активным и разностайным и до того заробить. Студенты заденечены на работах разного профиля, от будовництва до мостатского оформления городских объектов. С удельниками вытворчих отрада вытворча отрад працавник носит имя героя Советского Союза Степана Фёдоровича Шутова. У его составе студенты ГДУ имя Франциска Скарыны. Молодь учится на разных факультетах, у кожных своя специальность и планы на будущую. Але жадание не марновать в пустую месяцы каникулы их объедновое. Разом они працуют расфасовшиками продукции на Гомельском мясокомбинате. Працавник будет допомогать предприемству до начала научного года. Для студентов это интересный и интересный опыт. Я захотела что-то новенькое, я активистка, поэтому самое главное это то, что ответственность идет. Я должна за всех в ответ. Если они меня попросят, я должна им помочь. Стимулы уступить студентские отрады множество. Это мягчимость отримать первую зарплату, набить працавные навыки, познайомиться с новыми собрами. БРСМ заусуды захвачивая самых активных и инициативных. Помимо этого, ребята из преимущественно строительных отрядов, если себя хорошо зарекомендуют, то у них есть возможность попасть к определенному работодателю по окончании своего учебного заведения. На сегодня комитеты БРСМ Гомельской области подписали больше 180 договоров с предприемствами и установами. Это амаль 2400 рабочих местов для студентов. Колькость молодых людей, которые высказали жадание работать в творческих отрадах, перевысило 3600 человек. И это лишь в росте. Миколай Скентеян, Валера Гопанько, телерадио компания Гомель. Олимпиада 80, погляд про 40 годов. В картиной галереи Гаурея Лавашенко открылась выстава, присвеченная юбилею Олимпийских гульня в Москве. В экспозиции представлены речи с приватной коллекцией Гомельчанки Жанны Малышенко. Ретропроект позволит вернуться в 1980 год. На выставе можно увидеть галовный символ гульня Олимпийского мишка, а также математичные календары и паштовки, цацки и сувениры, одень и аксессуары. Гости смогут попробовать силы в настольных гульнях часов СССР и погортать часописы того часу. Атмосферу 80-х поднимает импровизованный куток фильм, присвеченный Олимпиаде. На коллекционирование данных предметов меня натолкнула передача, документальный фильм, вернее, который я увидела пять лет назад. Он был посвящен 35-летию открытия Олимпийских игр в Москве. Я посмотрела этот фильм, он был такой насыщенный, такой душевный. Я впечатлилась теми событиями, которые происходили в 80-м году, впечатлилась той масштабностью, той душевностью, с которой это было все сделано, создано. организовано. И вот с этого все и началось. Первым экспонатом в коллекции стал Гумовый Олимпийский Мишка Жанны. До речи эту дитяшую цацку выпустила Гомельская фабрика. В конце 70-х предприемство было на пику и займало первое место во всезоюзных споборницах. Именно ему доручили выполнить заказ из Москвы на выработ Олимпийского медведя в трех моделях. Температура поветра в Беларуси на этом тыдни будет на нескольких градусов ниже за климатичную норму. Завтра в нашем регионе мягчимые дожжи на больнице. Ветер полночный полночнозаходный опорывами до 10-15 метров за секунду. Температура поветра в ночи в складе 12-14 в день 18-20 градусов тепла. До конца тыдня опадков не прогнозуются. Слупок термометра поступово будет подниматься вверх. Температурный фон в середнем захавается на узроне до 15 градусов в ночи и 22-24 в день. Гэты и иншая новинная информация о проектах телерадио компании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресі www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала Белару 4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Гомельском районе на реке Ипуть утонул 10-летний мальчик. Трагедия на воде произошла в субботу. Ребенок вместе с мамой приехал из Жлобина. Мать решила проведать школьную подругу в Улукове. Погода была жаркой и семья выбралась на берег реки. В какой-то момент женщина, видимо, отвлеклась, упустив ребенка из виду, а он, сорвавшись с обрывистого берега, оказался в реке с сильным течением. Сообщение о трагедии спасатели получили в 17.05. Обнаружили и извлекли из воды тело мальчика работники освода. Незамедлительно выехала маневренно-поисковая группа. На месте были произведены поиски. В течение 40 минут было поднято тело ребенка с глубины 2,5 метра приблизительно в метрах 70 от того места, где последний раз видели ребенка. Утонувший мальчик был учащимся Жлобинской школы. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки Следственным комитетом. Назначен ряд экспертиз. Грозовой фронт в субботу прошел на территории Гомельской области. Наиболее пострадал Калинковический район. Нарушенные системы жизнеобеспечения повреждены кровли зданий. 11 июля вечером Центр оперативного управления Калинковического районного отдела по ЧАЭС стали поступать сообщения о том, что порывами ветра сорваны и повреждены шиферные листы кровель зданий. В ходе обследования оперативной группой Калинковического районного отдела по чрезвычайным ситуациям установлено, что повреждены кровли четырех сельскохозяйственных зданий, одного сельского дома культуры и семи жилых домов. Из-за обрыва линий электропередач в некоторых населенных пунктах отсутствовало электроснабжение. Были проведены работы по распиловке и уборке деревьев с линией электропередач работниками МЧС. Также проводились работы по восстановлению электроснабжения представителями четыре аварийные бригады РЭС и представителями Калинковского лесхоза. Работы по устранению последствий стихии продолжаются. За прошедшие выходные инспекторами ГАИ выявлено 20 водителей, которые управляли транспортом в нетрезвом состоянии. 72 человека сели за руль, не имея на то права более 50 пешеходов привлечено к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и один получил травмы. Смертельная авария произошла 11 июля в Светлогорском районе примерно в 14 часов. 47-летний водитель, управляя автомобилем «Форд», двигался по автодороге Бобруйск-Музырь границы Украины. На 71-м километре не справившись с управлением выехал за пределы проезжей части, после чего, вернувшись обратно, выехал на полосу встречного движения, где в результате наезда на бордюрный камень автомобиль опрокинулся. От полученных травм водитель скачался на месте происшествия. В момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения. Только неукоснительное соблюдение правил приведет к снижению количества происшествий на дорогах и тяжести их последствий. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Команда Гомельской области выиграла общий зачет Кубка Беларуси по боксу второй год подряд. Поединки проходили в Гомельском областном центре Олимпийского резерва единоборств. Благодаря прямой трансляции за поединками на Гомельском ринге следили во многих странах мира. Чет с завоеванным медалем открыли женщины. Гомельчанки добрались до финальных поединков в пяти из семи весовых категорий. Победить свою соперницу не смогла только Виктория Целеман. У нее серебро. А вот Юлия Апанасович, Галина Бруевич, Антонина Аксенова и Виктория Кебикова подтвердили звание лучших в стране. Анна Шлык и Анастасия Бушенкова стали бронзовыми призерами Кубка. Наши девчонки не подкачали. Первое командное место в республике. Они подтвердили статус лучших в республике. У нас основные девочки наши это Аксенова, это Кебикова, это Юлия Апанасович. Они подтвердили свой статус лучших. Также завоевали медали и Галина Бруевич, и Яна Бури. У мужчин представительство в решающих поединках у наших боксеров также было значительным. Пять финалов из девяти возможных. Открывал финальную сессию бой между гомельчанином Александром Каревским и представителем Гродненской области Евгением Кормильчиком. Судьи отдали предпочтение спортсмену с запада страны. На этом неудачи хозяев ринга в финалах завершились. В следующем поединке Максим Паньков уверенно победил минчанина Николая Шаха. Я всех соперников своих просто обыграл, одного передышал. Был один такой больше игровик, соперник второй, а первый и третий они такие ломовики, которые идут постоянно вперед и стараются сломать. Но я их обыграл. Сейчас в дальнейшем будет чемпионат. Тоже отбор по мужикам республика. Буду к нему тоже очень серьезно готовиться. Очень рад, что выиграл. Победителями кубка также стали Кирилл Самодуров, Владислав Смягликов и Виктор Чварков. Также представители Гомельской области завоевали шесть бронзовых наград. Пять финалов среди мужчин. Я считаю, что это более чем. Это говорит о том, что у нас есть мужской бокс. Есть мужской бокс на самом хорошем, приличном уровне. Ну, нельзя так радоваться. И как бы надо очень много работать. Наши молодые боксеры подтягиваются к нашим взрослым. Показывают неплохой уровень бокса. В общем, в зачете сборная Гомельской области победила с большим отрывом от ближайшего преследователя команды Минска. Замкнули тройку сильнейших боксеров из Витебской области. Славия сыграла в ничью с Батэ в 17-м туре чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Игра проходила на Борисов арене. Все забитые в этом матче голы уложились в три минуты. На 73-й минуте мяч после удара Евгения Яблонского попал в штангу, от которой отскочил в голки Перославия Михаила Барановского, а от него уже в ворота. Вскоре в центре внимания оказался уже вратарь Батэ. Денис Щербицкий сбил в своей штрафной Глеба Шевченко. Андрей Чухлей на 76-й минуте реализовал назначенный за этот фолл пенальти. Итог 1-1. В турнирной таблице Славия на 11-м месте лидирует солигорский шахтер. Выиграли все, кроме химика. В первой лиге футбольного чемпионата сыграл 12-й тур. Спутник продолжает возглавлять турнирную таблицу. Реческая команда на домашнем газоне обыграла Лиду 1-0. На второй строке располагается еще один представитель нашего региона Гомельский локомотив. Железнодорожники в 12-м туре были сильнее Ашмям 2-0. Гомель обыграл со счетом 2-1 Микошевический гранит и поднялся на шестое место. Химик проиграл Нафтану 0-3 и замыкает таблицу чемпионата. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова